Здравствуйте, меня зовут Виктор Кожанов. Я нахожусь сейчас в Минтополе на профи 5 по МЛМ. И здесь вот у нас взорвалась довольно-таки большая команда, компания, которые обучаются этому бизнесу. И вот здесь вот у нас присутствует человек, который, по-моему, автомеханик, вы, да? Да, работал в автосервисе. Ну, представьтесь, меня зовут Алексей Корнеев. Я из Волгоградской области, город Суровикино. Работал в автосервисе и механиком, и на руководящей должности. Но получилось так, что пришлось оставить. И, интересуясь заработком в интернете, пришел в МЛМ. Теперь я здесь. Что вообще привлекло? Продукция наша или как? Почему именно эту компанию? Почему я выбрал эту компанию? Наверное, это свыше, сведение Бога. Ну, как и везде у нас получается. Женщина. Меня пригласила женщина. Это ясно. Ну, скажите, вот у вас машина есть же? Да. Применяете продукцию, да? Конечно, применяю. А как я могу, не применяя продукцию, предлагать ее другим людям? Ну, результаты есть? Да, я доволен своими результатами. Мой результат 25%. Ну, вы вот как автомеханика, вот некоторые боятся ее применять, продукцию, говорят, ой, что-то навредит или что-то. Вот вы как специалист. Скажите, есть вот какие-то опасения, что она чем-то навредит машине? Ну, что могу сказать? Это все-таки катализатор горения. И нужно обратиться к химии и почитать, что такое катализатор и что он делает. Продукт никак не влияет на качество топлива, так как он используется практически во всех видах топлива, как газ, бензин, дизельное топливо. Какое имеет общее значение, влияет на топливо? Как может продукт влиять сразу на три вида топлива? Я думаю, что никак не может влиять на три вида топлива. Поэтому он работает только в камере сгорания. Отсюда и результат по экономии. Ну, я вот честно скажу, я тоже в машинах довольно-таки хорошо разбираюсь. И вообще с техникой довольно-таки много всякой повидал. Ну, там вот некоторые сочиняют, что прокладки прогорают, что масло из-за этого. Но это же бред самый настоящий. Вот вы как специалист, скажи. Естественно, конечно, это бред. Прокладка прогореть может из-за того, что головка вовремя не протянутая была. Клапана сгореть могут из-за того, что их вовремя не отрегулировали. Все это технические характеристики. Гоняйте свой автомобиль, вовремя делайте ему ТО, проводите ТО на специализированных станциях. Ну, или хотя бы у своих знакомых. Но это нужно делать через конкретно установленный пробег. В сервисной книге любого автомобиля указано, через какой пробег и какие сервисные работы должны проводиться. Вне зависимости от его возраста и от его пробега. Ну да, я вот когда почитал эту чушь, это как бывший мой партнер сказал, что вот начал применять прокладка. Прогорел, я чуть с кресла не выпал. Ну, из-за чего прокладка прогорает? Не обтянул головку, да и все. Масло там начинает подтекать. Из-за чего? Колпачки масляные и кольца может съесть. Правильно же? Совершенно верно. И все, больше других причин нет. Причем тут топливо? Такая же тенденция существует в мысли у людей, не влияющая на наш продукт. Люди не хотят устанавливать газбаллон на оборудование. Те же самые амбиции, те же самые страхи. Горят клапана, горят поршня, только что только не выдумывал. Причем здесь топливо. Да. Спасибо.